друзья привет как проходит ваш день мое утро началось сегодня сообщение с вами в прямом эфире в youtube я там рассказал поделился своими мыслями на тему если у мышц мозги потому что не совсем был согласен с двумя уважаемыми кстати мною людьми линда вером и яковиной дмитрием всем рекомендую зайти на канал посмотреть последнее видео оставить свои комментарии по данному вопросу что вы считаете кто прав заблуждаюсь ли я проснулся сегодня рано в 6 утра потому что кот собака начал гадить пришлось за ним убрать написал очередную часть статьи о необходимости прокачивать поясничную мышцу о том что доктора неправы запрещая экстензии гиперэкстензии кстати у кого есть вопросы на эту тему тоже пишите задавайте их пока статья еще не готова буду рад использовать ваши вопросы для того чтобы статья была более информативной так что такие друзья дела загораю немножечко и потом наверное пойдем женой по магазинам разбираться с некоторыми вопросами погода сегодня с утра уже нереальная жарко уже около 30 градусов хотя у нас только 10 утра давненько я так не загорал темный стал люблю конечно я жить в темно теплых краях чего и всем вам желаю можно ли заменить штангу на гири становые тяги друзья в любом случае это будет лучше чем ничего не делать тренируйтесь радуйте свое тело и ваше тело будет отвечать вам взаимностью радовать вас взамен и очень быстро вы почувствуете кайф от всего того что вы делаете а что может быть лучше и приятнее получать удовольствие от того что вы делаете от того что вы любите чем плавнее и медленнее вы будете подходить ко всему в любом вопросе тем больше в вас будет энтузиазма задора никогда не делайте ничего нахрапом наскоком потому что это очень быстро может отбить вас желание продолжать что-либо делать особенно в таких серьезных вопросах как изменение своего образа жизни питания тренинга до по ацетил л-карнитину не забывайте друзья то что это жиросжигатель это миф и обман никакой карнитин не ацетил карнитин не является жиросжигателем он не будет помогать вам в похудении что делает карнитин карнитин очень хорошо превращает жир который уже выделился в процессе тренинга в энергию это нужно понимать осознавать это и ацетил л-карнитин очень хорошо действует на окислительные мышечные волокна из чего мы делаем вывод что он может быть полезен для сердца для миокарда вот с этой точки зрения можете принимать л-карнитин но запомните что жиросжигатели сейчас нет вообще в принципе и все что нам выдается за жиросжигатели максимум термодженики если смысл вкладывать такое огромное количество денег в это я думаю что нету совершенно верно витамины омега и быца это то что нам с вами необходимо и не забывайте дополнительно хотя бы пару раз в год принимать силен потому что селена катастрофически не хватает абсолютно всему населению планеты так что друзья изучайте развивайтесь самообразовываетесь тренируетесь и все будет вам приходить само собой но только в движении мы получаем развитие как только мы с вами останавливаемся думаем что мы все знаем всего достигли что мы самые лучшие самые красивые достойны только первых призовых мест мы сразу же останавливаемся в развитии действительно как только из жиросжигатели убрали эфедрин все они стали бесполезны эфедрин самый лучший и наверное единственный такой мощный жиросжигатель который показывает вам эффект и эффекта которого вы видите я еще люблю использовать жидкие химбин он тоже способствует в некоторой степени жиросжиганию но все равно конечно не так как тот же эфедрин кстати в штатах эфедрин под запретом но врач вам может его выписать прописать в отличие от россии американцы поняли идиотизм запрета эфедрина с точки зрения зрения вреда для здоровья конечно он может навредить людям у кого есть проблемы с сердцем понятное дело что его используют наркоманы но это не значит что и остальные люди должны страдать из-за того что какой-то по моему вообще вы же знаете историю почему запретили эфедрин эфедрин запретили потому что какой-то чувачок в межсезонье то ли в бейсболе то ли в американском футболе не буду сейчас утверждать набрал много жира и естественно там есть показатели определенные какой бы ты звездой не был если ты не сдаешь нормативы тебя не допускают до сезона либо накладывают на тебя огромные штрафы и человек решил как многие из нас любят за короткий срок сбросить то что набрал стал пить эфедрин стал обматываться пищевой пленкой и одевать теплые костюмы но ладно если только это этот дурачок еще выбежал на беговую дорожку почти в 40 градусную жару но естественно он помер но естественный отбор еще никто не отменял и человек сам виноват друзья после тренировочная боль не является показателем хорошей качественной тренировки или наоборот некачественной боль и ощущение работы во время движения это другое но если у вас мышцы не болят после тренинга это не значит что они не работали а если болят то это хорошо значит вы хорошо нагрузили и они еще пока не успели адаптироваться к той нагрузки которые вы даете им грудь накачать брусьями конечно можно брусья это лучшее упражнение для грудных и если бы был выбор между брусьями и горизонтальной джимом штанги лежа естественно здравомыслящий человек выбрал бы брусья посмотрите на гимнастов на их трицепсы на их не грудные и у вас отпадут различные сомнения штанга конкретно жим лежа горизонтально это лучшее упражнение именно для развития силы но никак не массы друзья прочит милый про питание у меня же есть куча статей где я все расписываю как что почему когда зачем не ленитесь заходите на сайт читайте тем более когда читаешь информация воспринимается лучше чем когда слушаешь ну для меня по крайней мере когда вы делаете гимнастику если у вас есть щелчки в пояснице это не страшно у меня тоже такое было и сейчас иногда бывает главное делать все плавно без рывков и моя гимнастика принесет вам только пользу такие вот друзья дела так что не расслабляйтесь развивайтесь тренируетесь грамотно питаетесь будьте на позитиве и пишите свои вопросы пожелания в комментариях заходите на канал youtube посмотрите видеоролик мышцы не имеют мозга мне интересно что вы думаете по этому поводу напишите обязательно в комментариях и лайками дизлайком про голосуйте за тот или иной метод за ту или иную точку зрения ну что друзья всем спать и сиба солнца позитива увидимся как всегда в тренажерном зале приятного аппетита и спокойной ночи приятного аппетита и а и а и и и и и Продолжение следует...